Привет дорогие друзья! В этом видео хочу рассказать вам о выращивании капусты на рассаду. Она у нас немножко подросла с момента моего последнего видеоролика, посвященного этой теме. Ответить на вопросы, почему мы выращиваем именно таким способом, настолько густо сажаем рассаду, какие причины и как это вообще повлияет в будущем на урожай и как у нас покупают эту рассаду. Вот такая капуста, друзья, на сегодняшний день уже как раз продавать. Был в эту среду на рынке, продает уже такую 100 рублей десяток. Прям как у меня, точно такая же, может быть чуть-чуть поменьше размерами. И 100 рублей десяток с ящика, 25 рублей штучка в стаканчике, в рассадном стакане, то есть распекированной. Если рассаду пекировать отдельно по стаканчикам, конечно она будет красивее, приземистее, она не будет вытянутая, но она будет дороже. У нас народ любит подешевле, поэтому это самая первая причина, почему высаживаем рассаду так густо по ящикам. Потому что так дешевле всего, мы ее не пикируем, вот как посеяли, так она и выросла. По рядам потом проредили, каждые пару сантиметров между капустами здесь. Полтора-два сантиметра на глаз. И все, в принципе. Поэтому именно такую рассаду мы и продаем. Значит дешево. Просто подкормки, полив и все. И главное следить, правильно вырастить, выносить, закалять. Сейчас вот пока были морозы, я обратно в теплицу занес. А так я уже выношу на улицу, она там стоит, ее ветер трепает, обдувает. То есть она закаляется, уже к уличным условиям готовится. В общем, друзья, для меня, как для производителя рассады, лучше всего выращивать именно так. Так как мало места занимает, меньше всего работы, такую покупают лучше всего. Потому что клиент любит подешевле, ему лучше купить рассаду не такую красивую, распикированную, но купить подешевле побольше. Потому что особо нет разницы, какой урожай мы получим в итоге от этой капусты. Это я объясню немножко в конце этого видео, в следующих причинах, как капуста вообще принимается. Дальше, почему в ящике, именно в ящике, а не в кассете, например. Один год я так тоже подумал, что лучше было бы в кассете, будет закрытая корневая система, не повреждаться. Такая капуста будет лучше приниматься. Но наши клиенты этого, наверное, как-то не поняли, привыкли покупать все именно такую рассаду. И у меня покупали плохо в кассетах. Это, во-первых. Во-вторых, доставать с каждой ячейки капусту тоже было очень много времени занимало. И тогда я думал, почему я, как обычно, не выращивал просто в грядке или в ящиках, так как нарвал и все. В принципе, тут дело пары секунд. А с кассеты, пока это все достанешь, правильно нужно упаковать, очень много времени занимало. И плюс люди не привыкли и не понимали. Может быть, думали многие, что капуста какая-то привозная и так далее. И еще в кассетах, ну, зависит, конечно, от размера ячейки. Ячейки достаточно маленькие, которые, допустим, до 100 грамм они идут, 50 грамм, там вот такие вот ячейки, объем у них миллилитров. Капуста в них маленькая, ей тесно. Она растет, она даже до такого размера, как у меня сейчас капуста, она не вырастет просто. Либо ее нужно будет кормить прям постоянно, чтобы она получала питание. Либо она просто с этого маленького объема грунта высосет все питательные элементы и начнет желтеть. У меня был такой опыт, который уже последние капусты в кассете, у них уже вида никакого было. Они были очень уставшие, просто просились на высадку, просились на продажу. Но товарный вид был не особо именно у капусты в кассете. Поэтому продажа рассады, кассетной рассады капусты у меня был неудачный опыт. И последнее, что я хотел сказать в этом видеоролике, то, что в чем разница высадки вот с открытой корневой системой рассады и закрытой. Если покупать в кассете, в кассете вообще отлично. Если капуста будет поменьше, она быстро примется и будет продолжать свое развитие. Но, как я сказал, у нас ее плохо покупали. Потом, если стаканчики, тоже отлично. Но и рассада будет красивее, и быстрее пойдет в рост. Но в чем тут, смотрите, какая ситуация. 25 рублей стаканчик сейчас. Ну, лично мое мнение, что лучше уже готовую капусту даже по цене 50 рублей. Ранняя капуста купить и не выращивать ее. Не тратить на это силы, удобрения, препараты, потому что всякие вредители на капусту нападают. Это тоже. Но это только если для удовольствия кто-то для себя выращивает в своем огороде, кому принципиально выращивать. Поэтому, наверное, да. Вот. Такую будет лучше. Но вот это дешевле. Она на нее, скорее всего, еще цена упадет. Поэтому просто берем и высаживаем по первый листик. Вот тут. Вот это все я углубляю. Она болеет дня 2-3, опускает листья, нижние листья может вообще сбросить, но потом принимается. У капусты самое главное сохранить сердцевину. И многие даже огородники обрезают лишние листья для того, чтобы она быстрее принималась и пошла развиваться сердцевина. Потому что это самое главное. У капусты ее нужно сберечь. И тогда она просто вырастет. И в итоге разницы никакой не будет, какую мы пикировку провели с открытой кардиовой системой или с закрытой. Мы получим качан на выходе капусты при любой посадке. Вот такой видеоролик, друзья. Надеюсь, ответил на ваши вопросы. На этом все. Всем пока. До новых встреч.